Поэтому моя сегодняшняя проповедь так и называется. «Все наше жизни благословение от Господа, все подарок от Него». И вот, начнем с самого трепетного священодействия, с посвящения детей Господу. Я хочу вам сейчас засчитать Псалом 126, 3-5 стих. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то синовья молодые. Блажен человек, который наполнил ими свой колчан. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в ротах». Как же мы любим своих детей? Они есть подарок от Господа для каждого из нас. И что больше волнует всегда каждого родителя? Как сложится судьба его ребенка? Что больше всего тревожит сердце наше? Как будет его дитя в жизни? И абсолютно неважно, сколькому этому ребенку лет. Со мной недавно, буквально полгода назад, произошла такая курьезная ситуация. Когда я записывал детей на посвящение, ко мне подходили братья, сестры, записывали своих деток. Ко мне подошла одна очень взрослая сестра и сказала, что хочет посвятить своего ребенка Господу. Ну, в принципе, я привык. Бабушки очень часто приходят записывать своих внуков на посвящение и почему-то упорно их называют своими детьми. Ну, я даже решил ей подыграть. Я говорю, скажите, а как зовут вашего ребеночка? Она говорит, Иванов Иван Иванович. Ну, это я так, я изменил это имя, вы понимаете. Я говорю, скажите, пожалуйста, а какая дата рождения вашего ребенка? Она говорит, 1 сентября 1987 года. И я понимаю, что я перестаю что-то понимать. Я говорю, позвольте, а сколько же лет вашему ребенку? Она говорит, 33. Я говорю, ну, извините, мы не посвящаем в 33 детей, Господу, это уже не ребенок, это уже взрослый мужчина. Говорит, что вы делаете? Вы меня без ножа режете. Вы не понимаете, как ни судьба его не счастливая. И как он нуждается в Господе. Я всю жизнь думала об этом. И только сегодня поняла, чего ему в жизни не хватает. И я понимаю, что это или новообращенная, или сестра, которая вообще первый раз пришла в нашу церковь. И если отбросить во внимание, что ее грудничку 33 года, ее же можно понять. Она переживает за своего ребенка. Но знаете, что у этой женщины утеряно? Это самый важный невосполнимый ресурс, время. И теперь ей придется прилагать в 5, а то и в 10 раз больше усилий для того, чтобы поставить не свое непутевое чадо на нужные рельсы. Ну, а вы спросите, что же делать родителям, чьи дети малы, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Детьми нужно заниматься. И чем раньше вы начнете заниматься своими детьми, тем меньше усилий вы будете прилагать для их восстановления. Мало этого, родители должны помнить, что то, что мы будем делать сегодня при посвящении детей Господу, это разовый акт. Мы делаем его один раз. А вот освящать родители должны своих детей каждый день. И молитвами, и своими наставлениями, и благословениями, и приучать их к чтению Библии. И, конечно же, приучать к тому, что впоследствии они станут служителями. Это логично. А как же это сделать, спросите вы? Вы знаете, лучше, чем личный пример, невозможно себе представить. Хотите, чтобы ваши дети читали Библию? Читайте Библию так, чтобы они видели. Хотите, чтобы они с радостью бежали в церковь? Идите с радостью в церковь. Служите Богу, и тогда ваши дети будут делать то же, что делали вы. Потому что они видели это в родительском доме. Ведь не зря старая поговорка говорит, не занимайтесь воспитанием детей. Они все равно будут похожи на вас. Занимайтесь своим воспитанием. И сейчас для священодействия я хотел бы пригласить на эту сцену под наши аплодисменты родители и детей. Это Щербак Максим Дмитриевич, Домбровская София Богдановна и Чикановский Самуил Максимович. Не оскудеваем в аплодисментах. Это наши дети. Дети, это всегда прекрасно. Дорогая церковь, финальная школа аплодисментов. Слава Господу. Давайте встанем, будем помазывать наших детей, посвящать Господу и молиться за них. Помазываем, благословляем, посвящаем для Господа Иисуса Христа. Помазываем, благословляем, посвящаем для Господа Иисуса Христа. Помазываем, благословляем, посвящаем для Господа Иисуса Христа. Церковь, прострем свои руки. Драгоценный небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за милость ту, которую Ты даешь нам. Спасибо, что мы можем иметь детей. Мы просим, прими самое дорогое сейчас, что у нас есть под свое крыло. Благослови, сохрани, помилуй. Дай им вырасти хорошими, добрыми людьми. Дай им вырасти добрыми христианами, чей жизненный путь будет для многих наукой, для многих примером. Мы просим, пусть они вырастут здоровыми, хорошими. Мы просим Тебя, мой Бог, дай им здоровье, дай им образование, дай им необходимое для жизни, мой Бог. Пусть они радуют Тебя и их родителей, а также благослови их родителям, мудростью и терпением. Мы вас благословляем, мы радуемся вместе с вами. Ни один праздник никогда не обходился без подарков. Вы знаете, Господу громкую славу. И церковь для вас приготовила чудесный подарок. Это свидетельство о посвящении вашего ребенка Господу и детская Библия, читая которую, вместе с ними вы будете становиться ближе друг к другу и Господу. Домбровская София Богдановна. Под наши аплодисменты. София Богдановна, это вам. Щербак Максим Дмитриевич. Максим Дмитриевич, возьмите, пожалуйста. И Библия для вас. И, конечно же, это Чикановский Самуил Михайлович. Максимович, прошу вас. Прошу вас. Мы вас любим, мы вас благословляем. Вы можете проходить на свои места. А мы будем аплодировать, пока вы будете спускаться. Так любит Бог, так любит Бог, я знаю, любит он. Так маленький любит Бог, он любит и меня.